желаю всем здравствуйте мы находимся на выставке security russia и с нами в студии александр виноградов александр привет добрый день расскажи как у тебя сегодняшнее мероприятие как сюда попал пригласили организаторы здесь буду вести свой круглый стол будет очень интересно выступающих будет много сотрудники банка интеграторы но я думаю что мы уйдем от рекламы своих продуктов полностью погрузимся именно в проблематику данной вещи каждый год я прихожу каждый год я модерирую и организаторы не пригласили они меня не то что не пригласили я попросил можно я маленький доклад потому что весь цвет уже выступает после этого мероприятия которое будет проходить был круглый стол и выступление доклада по финсерту хорошо обсудили то есть и будущее как видят его эксперты и сотрудники банка а также представители мвд хорошо поговорили зал мы набрали что вообще ждет на твой взгляд информационная безопасность банков нормативка она все время идет вперед если выпустить центральные банки либо каким-то регуляторы свои документы да нам придется книгу под них подстраиваться что касается средств защиты они и так присутствуют на рынке единственное может быть кто-то хочет улучшить либо расширить и создает как раз финсер аналогичных или сверху уже создан ему уже больше года он становится на ноги он уже известен если где-то год назад то есть там через месяц через два через три даже через полгода у народа еще ума не не было что такой финсер то сейчас вот приходе на секцию также приходим на эту конференцию можно увидеть отдельной строчкой финсер то есть народ это уже не пугает это уже не такое прям новшество новшество да что это за термин вообще что это ну вот коротко какие инсер сайт перед собой цели задачи взаимодействие участников рынка правоохранительных органов фсб мвд вот не знаю что касается следственного комитета не знаю операторов связи именно в части криминала именно в части до инцидентов то есть они помогают не самому банку проходить все это а помогают во первых собирая статистику смотрят как что лучше происходит какие тенденции какие новые векторы а так летом выходил их и же то вышел первый раз ежегодный отчет что делает финсер не все читали если коротко о чем только было вирусным сколько было распространение как они расширялись какие у них основные темы они киберпреступности какие вот основные тенденции может быть сейчас есть осени прошлого года это арм кбр 21 банк известный случай а свифт в россии как я знаю пока не было все вещи которые были это были за бугром центральный банк выпускал документ что касается безопасности по свифту мы с ним ознакомились если ты прямой участник должен это выполнять или по крайней мере стремиться к этому что касается и социативной то по крайней мере прочесть его обязательно надо нужно понимать вектор а так он все время смещая я как понимаю сейчас все-таки основным актуальными вещами является кражу через боль у юридических лиц и соответственно угроза кража скромно в рда каждый божий день выходят новые вирусы которые наши вот 8 представленных в россии антивирусных вендоров во многих случаях не ловится вирус делается именно под атаку ну то есть компания условно говоря принимает все меры безопасности все обновляется смысл такой не каждый антивирус знает эту сигнатуру он его не видит еще можно там другими железками по и всеми остальным пытаться увидеть действия которые там совершаются но например в маленьких средних банках этого почти нету поэтому под маленькие банки это все и заточено что касается вирусных заражений да это бич либо надо как-то вот смотреть как это все обойти либо просто по сути дела молиться молиться что да день прошел и слава тебе господи мы будем жить дальше отлично ну в таком случае работы у безопасника все равно будет много всегда она была 31 декабря мы сидим до последнего и ждем не дай бог называется что-то произойдет работа будет жизнь будет все будет замечать правильно спасибо большое ну что ж мы заканчиваем этот выпуск без тиви спасибо вам большое за внимание всего вам доброго до свидания